Привет! Это 16 урок из курса по созданию шутера третьего лица. В этом уроке мы исправим некоторые баги и допишем нашу базу для инвентаря. Первый баг который я заметил сейчас покажу. Мы такие перетягиваем объекты к нам. Теперь мы их вылаживаем и у нас остается один объект который необходимо убрать. Но его как бы нет если перезапустить инвентарь он пропадет. Но когда мы перетягиваем у нас инвентарь активен он должен исчезать поэтому вот он исчез. Поэтому необходимо это пофиксить. Пофиксить это можно убрав здесь сорт айтем он нам не нужен а вызвав кратч сорт айтем вот у нас было вот здесь вот то есть это у нас он вызывался задержка когда мы перетягивали оружие теперь нам необходимо его еще вызывать задержкой когда мы перетягиваем просто объекты берем объекты теперь все работает хорошо так это пофиксили а теперь нам необходимо нашу клавишу сам метод remove он нам больше не потребуется он нам не нужен я его оставлю как память в конце но она больше не потребуется нам необходимо на правую клавишу мыши брать предметы и заменять то есть вот так вот подошел нажал правую клавишу мыши у нас добавился объект в лист здесь нам необходимо проверять на что мы нажимаем type лист равняется инвентарь у нас еще нет этого метода использования а давайте добавим его а тут где римов напишем паблик юс айтем юс айтем и прямо передать нужно себя это если мы нажали на объект с типом инвентаре а теперь необходимо нам на оружие нажимать и также на объекты нажимать которые у нас находятся на земле и а здесь мы вызовем тэйк айтем они же тэйк вэпон зайдем в инвентарь и спишем юс а использовать мы особо ничего не будем просто выводить будем принт используя объекта мы будем позже проверим как у нас юс работает кстати если мы правой клавишей мыши будем нажимать у нас ничего работать не будет так мы взяли нажимаем нажимаем правой клавишей мыши использована капсула правой клавишей мыши использован цилиндр мы прописали условия использования теперь необходимо нам использовать наше оружие теперь напишем тэйк айтем а тэйк айтем мы возьмем вот отсюда вот это вот все скопируем вставим и вот здесь вот нам нужно получить сперва айтем а здесь не хит коллайдер а будет у нас драк айтем джак . айтем и не вырезать а просто скопировать не дарх а драк теперь при нажатии правой клавиши мыши мы будем брать наши объекты подходим нажимаем правой клавиши мыши у нас берутся объекты мы их можем по старинке либо перетягивать либо нажимать правую клавишу мыши если мы нажмем здесь он будем использовать наши объекты а теперь напишем take weapon здесь будет посложнее так для начала нам необходимо узнать айтем новый айтем равняется драк . это а теперь нам необходимо узнавать у нас есть какое-то оружие сейчас или нет то есть у нас есть дочерний объект какой-то или нет внутри если у нас есть тогда мы будем его заменять если нету тогда добавлять ну и сюда в конец как обычно нашу сортировку сортировку вообще можно в отдельный метод закинуть просто этот метод вызывать ну мы потом это все сделаем уменьшим строки кода все у нас будет порядке так когда у нас есть что-то нам необходимо создавать тот объект который у нас уже есть и заменять его тем которые на земле лежит конечно это все можно было сократить не использовать get company просто создав стринку переменную в котором а при взятии оружия мы будем туда записывать путь но это все дело оптимизации и когда-нибудь мы этим займемся то есть и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, это по поводу того, если у нас есть оружие в руках уже А то есть мы создаем объект, который у нас уже есть в руках Потом мы узнаем тот драк, который у нас уже существует в ячейке с оружием И просто его заменяем тем, на который мы нажали В том же, когда мы это все заменили Кстати, Type Item здесь вообще не важно что Главное, чтобы оно было не Other и не First Weapon Потому что если мы будем использовать что-то из этого Тогда у нас будет некорректная работа Поэтому необходимо все что угодно, лишь бы не Other и First Weapon Поэтому я написал просто Use Weapon Имеет значение Мы это все заменяем Подгружаем новый спрайт Новый драк назначаем Удаляем тот объект, который лежит на земле Уничтожаем оружие у нас в руках И его берем снова же То есть мы Select Weapon Назначаем двойку А теперь сделаем взятие нашего оружия Если у нас ничего нет в руках А здесь необходимо будет просто создавать новый объект И назначать новый драк И все Продолжение следует... На этом все Теперь давайте еще выводить имя нашего объекта А для этого нам нужно пойти в наши сортировки SortItem И здесь вот необходимо нам найти наш компонент текст И назначить ему DragItem NameItem Это мы сделали вывод нашего имени Для тех объектов, которые находятся у нас в инвентаре А теперь же давайте сделаем то же самое Только для тех объектов, которые находятся у нас на земле Сделаем то же самое Даже скопируем И необходимо так же самое создать новый драк Так, как видим имя у нас выводится Выводится корректно Нажимаем правую клавишу мыши У нас берется объект Это все хорошо Это использование на правую клавишу мыши Все выкидывается Так, теперь взятие оружия Нажимаем правую клавишу мыши У нас добавилось оружие А теперь мы нажимаем на коллаж У нас создалось M4 И взялся коллаж Возьмем его в руки У нас берется в руки Теперь мы создаем Теперь мы нажимаем на M4 И у нас добавилось M4 Но, но, но У нас проблемы возникли Айминг У нас нет возвращения Айминг точка false Нам необходимо сейчас делать что-то Чтоб он был не false Вся ошибка заключается в том Что здесь в IT Ground Update Когда у нас что-то есть В parent sale ground Я вызывал дострой вэппо Этого делать не нужно Поэтому у нас возникают такие ошибки Теперь же запустим Проверим как это работает Я подхожу Беру M4 У меня в руках M4 Нажимаю на коллаж И у меня берется в руках Калашников Опять так же самое Оп Все хорошо Когда я удаляю Когда я переношу У меня не переносится Сейчас это и поправим Так чтобы мы могли убирать наше оружие Здесь в дропе необходимо Вот это вот немного изменить Вот здесь необходимо нам изменить Type Item на Use Weapon А здесь когда мы убираем наше оружие Необходимо переключать его на ничего То есть на пустые руки Вот этот вот Crunch Sort Item давайте сюда вынесем Так же самое и отсюда его можно вывести И здесь делаем наше изменение оружия на 0 То есть на обычные руки Так теперь проверим Посмотрим Мы берем M4 Взяли в руки Перетягиваем Не перетягивается Так А вот здесь вот не First Weapon Напишем Use Weapon Так берем Берем в руки Теперь выкидываем Оно выкидывается И у нас в руках ничего нет Так же самое берем калашников У нас взялся калаш М4 Калаш Выкидываем калаш И все замечательно работает А на этом я закончу свой урок Мы написали базу для нашего инвентаря Это конечно же не финальный инвентарь А по ходу разработки мы будем сюда возвращаться активно И его дописывать Но сама база написана И все базовые механики работают так как нужно Поэтому я завершу свой урок Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ждите новых видео Всем удачи До свидания